Значит, по Т2Б, что бы хотелось сказать по этому случаю. Экзофит на форму роста более 50 мм. Подозрения на метастазы правые подвздошные лимфатические узлы не подтверждены не морфологически, а только, я так понимаю, диагностическими методами. Значит, дозы, которые были проведены, тоже непонятные. Здесь у больной идет высокий риск прогрессирования. И, конечно же, я бы провела и химио-лучевую терапию по радикальной программе 100%. Я понимаю, что спорить с онкологами и хирургами в этой аудитории достаточно сложно, но в любом случае больная заслуживает особого внимания, учитывая риски последующего рецидивирования. Значит, 48 лет, немаловажно. Т2Б, Н сомнения. Почему не... Это случай был, я уже спросила, не было верификации, потому что случай того года, когда еще не было верификации. Поэтому Т1, Н1 сомнения. Но М0 по данным обследования ничего нет. Значит, предложение сейчас пока, предложение пока. Нет, предложение проголосовать, потом он представляет, как сделано, и потом... Подождите, мы же голосовали. Мы голосовали. Еще раз, после Людмилы, после Людмилы. А, так, ну хорошо. Да, пожалуйста. Слайд голосования, будьте добры, проголосуем. Хорошо. Хорошо, хорошо. А что, так народ может изменить свое мнение после выступления Людмилы Ивановны? Нет, ну уже сформировалось, я думаю, у народа. Когда вы первый раз проголосовали... А аудитория сомневается. Все, 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 все. Посмотрите, а аудитория сомневается. Все, 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 все. Нет, радикальная химиолучевая брахиотерапия после выполнения тазовой параортальной лимфоденоктомии, как это по этапу хирургического стадия? Ну, я думаю, преобладает здесь Питер, они рекомендуют этот метод. Товарищи, вот вы знаете, я долго говорить не буду, я убеждена абсолютно, что рак яичников диссеминированной формы надо начинать с лапароскопии. Я убеждена, но делаем ли мы? Нет, мы этого не делаем. А я убеждена. Так, значит, изменилось немножко мнение у народа. Да, так, конечно, пожалуйста. Очевидный, очевидный клинический случай вместо распространенного рака шейки матки. 2Б. Достаточно непростая категория пациентов. И наиболее часто встречающиеся в нашей повседневной работе. Безусловно, я считаю, что основным этапом лечения этой пациентки является проведение химиолучевой терапии. И, скорее всего, на сегодняшний день в нашей стране это является стандартом для любого онкологического учреждения. Но это первый взгляд. Теперь взгляд на то. Да, и результаты по большому счету лечения мы с вами примерно прекрасно все понимаем. Это 70-75% безрецидивной выживаемости. С одной стороны, вроде бы 75%. С другой стороны, все-таки хотелось бы какие-то резервы нам еще для этих категорий пациентов дать. Какие есть у нас сегодня возможности? Конечно, мы с вами ориентируемся на планирование лечения с учетом стадирования. И, к сожалению, методы лучевой диагностики дооперационные, они обречены на определенные ложно-отрицательные или ложно-положительные результаты. В этой связи в последнее время это не является стандартом, к сожалению, пока еще и для нашей страны, да и, собственно говоря, и в других странах мы ориентируемся на рекомендации других обществ. Это тоже не является стандартом. Это может рассматриваться как рекомендация. Но, на мой взгляд, и более точным методом оценки состояния лимфатических узлов, а у этой категории пациентов это имеет важное значение для планирования лечения. Ну и в случае метастатически пораженных лимфатических узлов это элемент цитаредукции. Поэтому в нашей клинике мы, я не могу сказать, что мы уже обладаем огромным опытом, но в течение последних четырех лет мы активно этот этап используем. Мы выполняем таким пациентам этап хирургического стадирования, который включает в себя проведение тазовой лимфоаденоктомии и параортальной лимфоаденоктомии, уровень почечных сосудов. По данным нашей клиники, практически у 25% больных происходит апстейджинг с точки зрения уже окончательного обследования. И это уже мы обсуждаем с нашими специалистами-радиологами с точки зрения индивидуализации комбинирного лечения. Спасибо. Ну если уже так, знаете, как совсем по высоким материям, уже вот просто, тогда можно определить сигнальный узел без операции, сделать лапароскопию, увидеть этот сигнал. Как правило, это будет первый метастаз, вот этот, наверное, это сигнальный лимфоузел. Ну тогда уже блеснуть так и все. Но я вот лично, я за вариант лучевой терапии, но при наличии сейчас так технически абсолютно легко выполнимой пункции под ультразвуковым исследованием, надо было бы, можно верифицировать этот лимфоузел, вот именно который увеличен, пункция под ультразвуком, а остальные, если не увеличены, ну молиться, что в них нет микрометастазов. Хотя при хирургическом лечении как раз какой-то процент, он небольшой, но есть, где они определяются. Пожалуйста, ваша тактика. А здесь даже не оскаривается. Я только не забывайте, нигде не было ни в первом случае, ни во втором опухолемаркера СССР. Не такой плохой маркер, тем более, что потом в мониторинге мы не знаем вообще, что смотреть. То ли лучевые повреждения, то ли рост опухоли, не забывайте о маркере. Продолжение следует...